Ну да. Вы знаете, вот я говорю, что я счастливый человек. Почему? Ну, во-первых, понятно, со школьной скамьи, когда я пела в школе и когда с детства, то есть в первом классе я уже пела, понимаете, и молчала и говорила внутренне. Я буду знаменитой. И даже маме, когда она мне говорила, Катя, что ты ничего не помогаешь, я говорю, мам, отстань, у меня все будет, я домработница, я буду звездой. И она улыбалась по этому поводу. Она говорит, ну, хорошо, хорошо. И, конечно, когда я приехала сюда, в Москву, на один день я приехала после школы, 10 классов закончила, девочка-цыганка, понимаете, закончила, приехала на один день и поступила в училище, понимаете, без этого, понимаете, в одном платье, в перчатках, и поступила, пришла в театр, к чему я говорю, на спектакль. Я рассказываю дневной спектакль в театре «Ромэн». Я не видела этого театра, знала, что есть цыганка, да, но с провинции приехала девочка, да. Пришла на спектакль, потряс меня спектакль, да, меня увидели, режиссеру ввели, цыганка, цыганка, сделали мне просмотр, да, проверили, говорит, мы вас берем в театр сразу. А для меня это был нонсенс, как в театре, когда я учусь вообще, как-то без образования в театре, я не понимала этого. Они говорят, да, я говорю, нет, я учусь в музыкальном училище, они говорят, у нас студии есть при театре. Я говорю, ну вот в студии, я говорю, буду, а в театр, ну, нет, в театр, учиться, хочу учиться. И вот и встретила Георгия Николаевича, Гогу, вот так, в одну секунду, где судьба, вот у меня, я рассказываю, везде судьба так пронеслась, прям судьба, я оставила, но ведь судьба, где мы рядом с Георгием Николаевичем, даже страшно сказать, сколько озвучить эту цифру, не буду озвучивать, потому что много лет мы с ним шагаем по жизни, понимаете? А это такое счастье, когда ты имеешь партнера, с которым ты делишь и горе, и радость, и все вместе, когда у тебя дочь, и когда у тебя внук, на профессии, конечно, это счастье. И награда в Кремле, которая у меня была, кстати говоря, когда мне приснился сон, девочки, я училась в третьем классе, дарит мне платье Сталин, вы представьте себе, я, одевая это платье красное, в восторге от платья, я понимаю, что это вождь, да-да, тогда мы, ну что, мне, сколько ребенку, 8-9 лет, да, 7-8-9, да, и я понимала, ну, платье, мне поразило платье, думаю, завтра спою в этом платье, да-да, конечно, не было платья, конечно, были банты, но когда через много лет мне позвонили из театра, говорит, Катя, вы идете в Кремль получать звание народной артистки, и я получаю в Кремле звание народной артистки из рук Веропрезидента Бориса Николаевича в красном костюме, потому что я одела, думаю, что мне платье, я вспомнила про этот сон, нет, вы можете понять, вещи сон, да, но у меня есть фотографии с Владимировичем Путиным, понимаете, потому что Борис Николаевич ушел, но, конечно, хотелось бы фотографии иметь с Владимировичем, и она у меня есть, мы стоим, да, это было в Грановитой палате, был концерт, мы выступали, да, и фотографии с Владимировичем Путиным, мечта сбылась, так что будем ждать еще фотографии с Путиным, да.